У меня дома две девочки и один мальчик. У кого есть племянники, племянницы, которые росли на ваших глазах? Сын или дочка, которые росли на ваших глазах? Поднимите руки, поднимите. Даже если племянники, племянницы, вы меня поймёте. Девочка отличается от мальчика. У меня дочка, когда маленькая была, маша-лах. И таких девочек большинство. Посадишь на пол, сидит. У неё цветные карандаши, сидит, рисует. Папа на колени сажает, целует папу. Папа берёт её на ручки, она хочет обнять папу. Спокойно себя ведёт. А вот брат её нападает на неё, хочет с ней подраться. Отбирает у неё все карандаши, типа они мои. И брат его тоже так и норовит драку затеять. Вот скажите, да или нет, большинство мальчиков норовят затеять драку. Ну скажите, так или нет? А девочки многие себя так не ведут. Смотрят на буйных мальчиков, думают, да что с ними такое? Странные. Девочки в основном не дерутся. Вот взять оценки. У кого оценки лучше, у мальчиков или у девочек? У девочек. Контрольные в средней школе, у кого лучше, у мальчиков или у девочек? У девочек, вы молчите, у девочек всегда лучше, молчите. А вот посмотреть на преступления, которые совершаются в мире. Большинство убийств, большинство ограблений. Большинство преступлений кто совершает? Мужчины в тюрьмах, кого больше? Мужчин или женщин? Мужчин. Большинство войн, битв. Затеяны мужчинами или женщинами? Мужчинами. Однозначно мужчинами. В основном они воюют. Мужчина пытается кому-то что-то доказать. Типа, я слышу, ты чё на меня, что ли, ты кто вообще? Чё, ты хочешь проверить, кто круче? Самоутвердиться пытается. Парни в основном постоянно хотят драться, конфликты у них какие-то. Там-сям, а когда он приходит домой, он хочет, чтоб его встретила нежная-нежная жена. Чтоб она подошла к нему и сказала. Ммм, кот, иди сюда. Ах ты мой большой-большой кот. Идём я залечу твои шрамы, твои раны. Идём полечу тебя. У тебя плохой день был, да? Плохой день? Кот, без проблем, сейчас я нежно обслужу тебя. Буду с тобой такой милой. Давай я тебе чайку налью. Давай поболтаю с тобой, чтобы тебе стало так тепло. Вот чего мужчина ждёт, когда домой приходит. Он не хочет по возвращению домой, чтоб она ему с порога сказала. А, вернулся. Ну, раз вернулся, так там за дверью мусор лежит. Для тебя специально приготовила, чтоб ты выкинул. Вынеси-ка. Смотришь, а там над грязными тарелками мухи летают. И там ещё ребёнок плачет. А я сейчас пойду посплю. И если к тому моменту, когда я проснусь, ты все дела эти не сделаешь? Ничего хорошего тебе не светит. Кормить ничем вкусным сегодня я тебя тогда не буду. И ночью тоже никакой вкусняшки не получишь. И завтра не буду готовить. Ничего не получишь. Да и дерутся женщины по-другому. Вот знаете, как часто агрессию проявляют женщины? Не на кулаках. А, вот так вот. Вот так женщины агрессию выражают. Они другие. Они отличаются от нас. Вот о чём я говорю. Аллах создал нас противоположностями. И мы нуждаемся друг в друге. У одного есть то, чего нет у другого. Мы противоположности, как день и ночь. День отличается от ночи, а ночь отличается от дня. Если б день и ночь вдруг решили поспорить. Кто лучше? Ночь сказала бы, день, ты слишком светлый. Солнце так жарит всё. День бы сказал, а ты выглядишь мрачной. Ночь сказала бы, ну я хоть спокойная. А день сказал бы, а я людям даю свет. Ночь сказала бы, а я нужна, что поддыхать. Когда наступает ночь, людям спокойно. И вот этот спор дня и ночи никогда бы не закончился. Почему? Потому что они отличаются друг от друга. И они дополняют друг друга. Ночь не должна быть днём, а день не должен быть ночью. И если вы хотите длительный мирный брак, я вам советую прочитать книгу. Очень хорошая книга, написанная феминисткой. Она была ярой феминисткой. Я думаю, эта книга по всему миру продаётся. Она была бестселлером. Конечно, в этой книге есть, что покритиковать. Но многим женщинам эта книга сохранила брак. Её зовут Лора Дойл. Книга называется «Сдавшаяся жена». В начале своей книги она говорит, что метод, которому она учит, не применим к тем мужьям, которые унижают своих жен, физически или психологически, которые о ребёнке не заботятся. Не заботятся о жене. Речь пойдёт о более-менее порядочных мужьях, которые хоть как-то заботятся о своих жёнах. Она рассказывает в книге о своих амбициях, о том, что романтики в жизни нет, что убираться приходится. Рассказывает о пережитом, что она критиковала мужа. Типа он то делает неправильно, всё неправильно. Он машину ведёт, она ему говорит, налево надо ехать, а не направо. То есть она постоянно учила его жить, как ему тратить деньги и так далее и тому подобное. Вот об этом она рассказывает в книге. И это убивало её брак, разрушало их отношения. Потому что такие вещи убивают эго мужчины. Когда Аллах Всемогущу на Велик говорит в Коране мужчине, что на нём обязанность расходовать на женщину, защищать её, те самые сияющие доспехи, которые ты искала, твои гармоничные отношения. Но так когда приходит этот мужчина и говорит, я пришёл помочь тебе, защитить тебя, он хочет, чтобы ты сказала, да, я чувствую себя защищённой, я получила, что хотела, я чувствую себя в безопасности, спасибо тебе за это. Я от тебя сделаю, что смогу, чтобы тебя счастливой сделать. Спасибо, что защищаешь меня, уважаешь меня, даёшь всё, что мне нужно. Спасибо тебе, что всегда даёшь мне это. Вот гармоничные отношения, которые тебе нужны. А когда рыцарь в сияющих доспехах говорит, я тебя защищу, ты ему говоришь, да сама справлюсь, не нуждаюсь в тебе. Ты вот меня защищаешь, да, ты думаешь, что ты сильный, но я сама тоже сильная. И вот когда всё превращается в такой порочный круг, знаете, что нужно? Не надо перекрывать друг другу кислород. Лора Дойл пишет в книге. В некоторых моментах она, конечно, не права, я не предлагаю всё подряд брать, но она говорит, вам, женщинам, надо начать уважать самих себя, чтобы своё пространство было, чтобы вы занимались тем, что вас делает счастливой. Нельзя, чтобы счастливым в браке был только ваш муж. Это неправильно. Кто-то говорит, угу. О боже, похоже, задел за живое. Но честно, перестаньте его контролировать, убивать его эго. Это разрушает отношения. А мужчинам, хочу сказать, братья, не надо лениво сидеть и ничего не делать. Ты приносишь домой деньги, обеспечиваешь семью финансово тем, в чём она нуждается, но и делай то, что должен. Будь с семьёй, будь мужчиной. Если уже, то аль-хамдули-лях. Ещё она пишет в книге, что когда начинается словесная перепалка, то виноваты оба. Обычно люди говорят, она мне так сказала, он мне так сказал. Ну а ты ему или ей что в ответ сказал? Если оскорбляешь в ответ, то ты тоже виноват. Если один собеседник говорит, а другой молчит, то тогда понятно. Можно сказать, что человек тебя обижает, оскорбляет. Но если в ответ оскорбляешь, то виноваты уже оба. Вот я вам подскажу, как прекратить споры. Вот все споры. Сначала спрошу, кто здесь из присутствующих в браке больше, чем один год. И вы никогда друг с другом не спорили. Вообще. Поднимите руки. Никто. В Брэдфорде одна сестра руку подняла. Я сказал, маша-ла. Все скажите, маша-ла. Честно, маша-ла. Я говорю, а сколько вы женаты? Говорит, четыре года. Такбир! Я у нее спрашиваю. Сестра, где ваш муж? Говорит, в Пакистане. Я такой, типа, сестра, вы сидите здесь, в Брэдфорде, а муж ваш в Пакистане четыре года. Не удивительно, что вы не спорите с ним? О боже. Я вообще в шоке был. Я говорил, маша-ла, аль-хамду-ли-ля, маша-ла. Остановиться не мог. И тут она такое говорит. И я такой, ну вот. В общем, как прекратить споры между мужчиной и женщиной? Имам Ахмад бин Ханбал, да помилует его Аллах, 40 лет был женат. Когда его жена скончалась, он заплакал. Его ученики спросили, почему он плачет. Он сказал, мы с ней ни разу не спорили за все 40 лет, что я был на ней женат. Субханаллах, скажите. Честно, это рекорд. Рекорд. Они говорят, как так вышло? Он говорит, каждый раз, когда я на нее злился, она все это молча слушала и терпела. Я говорил ей то, что ей не нравилось. Но она молчала. Не говорила ни слова, пока я не успокаивался. А потом мы мирились. И каждый раз, когда она злилась на меня, тогда уже я слушал молча. Я молчал, она говорила мне вещи, которые мне не нравятся. Но я молчал, пока она не успокаивалась. И тогда мы мирились. Так что ты будешь делать, когда тебя будут провоцировать на спор? Молчать. Пять человек это сказали. О боже. Что вы будете делать, когда вас будут провоцировать на спор? Молчать. Молчать! Так трудно сказать, да, сестры? Скажите это, и братья скажут. Давайте-ка еще раз. А то между вами здесь перегородка, непонятно кто что говорит. Не переживайте, камера смотрит на меня. При назревании спора, что будете делать? Молчать. Молчать. Правильно. Братья, если на нижнем этаже жена будет на вас ругаться, куда пойдете? Наверх. Наверх. Правильно. Хорошо. Она потом пойдет за вами. А, забыли об этом. Первую проповедь она вам высказала внизу. А вторую проповедь наверху выскажет. Две хутбы вас ждут. А когда наверх за вами поднимется, куда пойдете? В окно вылезу. Во, сестры. Вы слышите их ответы? Слышали ответы братьев? Бог ты мой. Такие же ответы я слышал в Северной области. Один брат говорит, в туалете запрись. Не, брат, не поможет. А, еще один брат сказал тоже. В окно вылезу. Смотрите, как они боятся ваших выговоров. В окно хочет выпрыгнуть. Не надо, брат, в окно выпрыгивать. Если жена наверху с тобой ругается, жестко ругается, то что надо сделать? Иди в мечеть. Иди в мечеть и остынь. Остынь, почитай Коран, намаз почитай. Помолись за свою жизнь. Понимаете меня, да? С имамом пообщайся. Если когда домой вернешься, дома еще жарко, дуй обратно в мечеть. Домой не заходи. Это будет вредно. И вот еще скажу вам. Хочу сказать в пользу сестер. Сестры, вы, пожалуйста, меня поддержите. Вот в этом. Потому что я это говорю в вашу защиту. Говорю, чтобы вас защитить. Так что в этом меня поддержите. Мои мужчины. Просто как пришельцы. Да, говорят, вот сейчас обидно было. Женщины тоже пришельцы. Вот мы пришельцы разных видов. Одной и той же расы. И как бывает, когда мы, мужчины, спорим с кем-то. Даже в споре. Стараемся логически анализировать. Чтобы был смысл. А когда сестры обижаются на нас. И говорят нам кучу всякого. Большинство из этого имеет смысл. Но не все. Когда вдруг однажды она говорит тебе. Я в жизни от тебя ничего хорошего не видела. Если она тебе такое скажет. И ты попытаешься это логически осмыслить. О боже. О боже. Не знаю с чего начать. А свадьба? А кольцо? А отдыхать мы ездили? О боже. О боже. Она что, все это обесценила? Вот это заявочка. Да как у нее язык поворачивается такое говорить? Во врет-то. А вот это как? А вот это как? Если будешь логически думать, то закипишь. Ее фраза о том, что, мол, ты за всю жизнь ничего хорошего для меня не сделал. Отчасти правда. Ты никогда не делал. Это не означает вообще ничего не делал. А кое-чего. Хорошего. Смысл такой должен быть. Но она же обижена. Она хочет побольнее ударить. Понимаешь? И в такие моменты логика не всегда на 100% работает. Я прав, сестры? Можете кивнуть, камера на вас не смотрит. Нормально.